Я приветствую вас на канале Строим Дом Своими Руками. Сегодня у нас комната, которую вы уже знаете все отлично по предыдущему видео электрики. Сегодня мы с вами будем делать предварительную грунтовку наших стен, плюс укрепление ее армирующей сеткой. Для чего это нужно? Короче, пеноблок не рассчитан на то, чтобы штукатурить его цементно-песчаным раствором. И нам нужно его обмануть. У нас уже прогрунтовано на раз, но мы еще на второй раз это сделаем. Кстати, ребят, сразу скажу, для того, чтобы понимать, правильно ли вы прогрунтовали поверхность, пеноблок не должен высыхать в течение 12 минут. 10-12 минут. Если он не высыхает за этот период, значит прогрунтовано все верно. Я сейчас попробовал, он на том месте, в грунтовочке нанес, там у нас был срублено, помните, да? Опять же, ну вот видео, которое по ссылке вот в этом восклицательном значке, если нажмете, ну если вдруг не успели нажать, выйдет то видео, которое связано с этим роликом. Вот, попробовал, уже прошло около 13-14 минут приблизительно, и еще она сохнет. Поэтому я понимаю, что в принципе уже на раз это уже хорошо. Мы сейчас пройдем на второй раз грунтовку, как я уже говорил, моя любимая, здесь ее нет, любимая тема, чем грунтовать, это простой жук, называется, для того, чтобы бороться с колорадским жуком. Она такая... Ребят, по поводу сечения сетки, чем плотнее, тем лучше, я это знаю, и вам тоже советую. У меня же сетка не такая уж и плотная, но я буду делать ее, и меня она полностью устраивает. Я буду использовать и использую вот такую штукатурную сеть, 65 граммов на метр квадратный. Потому как у нас дом уже дал максимальную усадку, вот эта сеточка, она не такая уж и плотная, но этого достаточно. Дом уже дал усадку, он уже больше садиться не планирует. Сетка, она просто для того, чтобы держать, ну, у нее назначений больших нет. Кстати сказать, мой сосед сразу на пеноблок делал цементно-песчаный раствор, я к нему недавно заходил, есть паутинчатые такие паутинкой трещинки, но на простук стена очень себя комфортно чувствует, и я предполагаю, что даже вот эта работа, которую я сейчас буду выполнять, она просто, ну, себя подстраховать на самом деле, в ней такой необходимости большой уж и нет. Вот, но считаю, что это правильно, и советую всем делать обязательно предварительную, если вы будете цементно-песчаным раствором, то предварительно вот такую штукатурку. Первый этаж я уже начинаю думать все-таки склоняться в сторону гипсокартона, хочу услышать ваше мнение по этому поводу. Почему я гипсокартон не хочу по двум этажам? Объясняю. На втором этаже могут вселиться мыши, то есть они все равно могут по стене, там, по штукатурке, по внешнему утеплителю как-то подняться наверх, и я бы не хотел, чтобы у меня в стенах кто-то что-то селился и как-то бжил, короче. Поэтому я решил, что второй этаж будет в любом случае штукатурный. А первый этаж, он у нас и сверху бетон, и снизу бетон, и по сути, скорее всего, я сначала просто зашью все швы, замажу, и буду делать гипсокартон, причем, скорее всего, ребята, я хочу его делать не на профиля металлический, потому что там стены более-менее ровные, не заваленные, а хочу его делать на ляпки, вот знаете, знаете, ну вы увидите в дальнейшем, я все покажу. И это прикольный вариант, очень много плюсов, короче, я хочу делать именно так, и первый этаж мы будем с вами делать вот таким путем. Давайте приступаем. Сейчас что мы делаем? Берем сетку и краим ее по 3 метра, ну вот на всю длину нашей стены. В общем, друзья, через 30 минут мы с вами сможем начать работу, но мы не будем терять времени, и пока мы подготовим наш клеевой состав. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, за сегодняшний день, а это около, так, получается около, наверное, 8 рабочих часов, ну там, минус на перекус. Я замазал вот такое количество стен. Не все, потому что уже начинает темнять, а мне еще надо кое-какие дела сделать. Я буду очень рад, если вы мне подскажете какие-то нюансы, моменты по моей штукатурке. Я изначально стал делать ребристая вот такая поверхность, потом подумал, а надо ли это? Акдезия будет и так неплохая, но все равно делал ляпки такие, чтобы было за что зацепиться пищи цемента, песчаному раствору. По поводу сетки, меня она полностью устраивает. Мне кажется, что крупнее даже особо-то и не надо, но я думаю, что у вас на это есть свой комментарий, и я буду рад его увидеть и услышать. Так, теперь, какие у меня планы? То есть, вы увидели по ссылке, вот как я говорю, где восприцательный значок, вот тут на видео, там у нас все в основном видосы, касаемые штукатурки. В этом году у нас штукатурный сезон, точнее даже не штукатурный, он стенный сезон. И здесь я хочу попробовать максимальное количество видов, которые подходят именно к моим стенам. А также я хотел бы что-нибудь загипсокартонить, посмотрим, где как получится. Так, то есть, есть плейлист, штукатурка, по-моему так называется, штукатурные работы, что-то такое. И в этом плейлисте основные видосы по вот этому моему штукатурному сезону. Ну, то есть, короче, к августу я должен буду стать такой гуру в штукатурке. Вашими советами, моими испытаниями, исследованиями. Короче, я думаю, что мы к чему-то придем. Ну, я не сказал бы, что это сложно, это интересно, это не трудно. Главное, прогрунтовать хорошо. Главное, сначала промазать клей, потом наклеить сетку. Это очень важно, то есть, не просто сетку приложили и ляпаете, нет. Сначала ее надо вклеивать в клей. Это второй момент. Третий момент по поводу розеток. Кстати, друзья, мне очень многие в комментариях писали, что я, во-первых, не по оси сделал розетки. Сейчас я это вижу и это смотрится отвратительно, поэтому я решил это исправить вот таким путем. Здесь будет второй стаканчик и это будут такие посередине, короче, ну, то есть, они отцентруются и будет смотреться неплохо. В остальных комнатах я, конечно, уже буду делать правильно. Еще один момент, который многие в комментариях писали, и я об этом сейчас начал думать, и, может быть, кому-то сейчас помогу, но здесь я уже переделать этого не буду. Еще, здесь будет стол компьютерный. И еще советую сделать на высоте 90 сантиметров, ну, от чистого уже пола, точнее, если от грязного, значит, на 100. Сделать еще розетки, чтобы можно было сюда втыкать что-то срочно необходимое. То есть, чтобы не лезть под стол, например, и опять не закидывать пилоты, делать сюда розетки. Такая идея, и я думаю, что она имеет место быть. И второй момент, который тоже мне посоветовали, я считаю, это правильно. Так, во-первых, вот здесь еще розетку надо добавить, потому что, друзья, кроме телевизора будет еще втыкаться ресивер, правильно? Вот, а я об этом не подумал. Соответственно, мне что-то колхозить придется, блин. И сюда розетку уже не вкрутишь, потому что здесь провод. Косяк, правильно? Косяк. Поэтому, сын, извини, но в твоей комнате будет такая беда, мы ее как-то придумаем, как-то решим. Я думаю, что мы как-то ее решим. Но на будущее, ребят, вы знаете, что, во-первых, две розетки, потому что кроме телевизора обязательно есть ресивер, спутник, что-то такое здесь будет работать. И еще момент, который я хотел сказать, многие опытные строители, и в советах, в комментариях мне писали, делают отсюда кабель-канал 40 на 60 потайной, опускают его до низа, до розетки, чтобы можно было и HDMI кинуть провод, если вдруг необходимо. И тот же самый провод от ресивера можно сюда будет кинуть. Поэтому здесь, скорее всего, я заштраблю еще такой потай, который будет просто здесь окошком, там окошком, и через него можно будет просовывать какие-то моменты. Это надо будет решить обязательно заранее до штукатурки. И эта идея мне нравится. И, кстати, вот эту розетку я смогу так и выиграть. То есть ресивер, если он даже здесь где-то будет висеть, нырнет провод. Если ресивер будет стоять на столе, то нырнет HDMI. Верно? Верно. Идея хорошая. По поводу... Ну, вот смотрите, когда начал штукатурить вот эти все моменты, сразу же, что интересно, сразу же начали проясняться определенные плоскости. Это прикольно. То есть на сегодняшний момент все мои утопленные розетки, они, по идее, вот сейчас, я вижу, что они утоплены правильно. И там, ну, зазор там может быть миллиметра три, что они утоплены глубже, но это даже лучше, я так думаю. Так, шкаф-купе так классно, да, ребят? Смотрите, он уже прям, прям вырисовался, как он будет, это супер вообще. Я здесь еще укреплю сеткой дополнительно, то есть здесь помощнее будет, и вот в эту стену должен долбиться все равно двери, там не рассчитал силы, долбанул. Зачем это все? Я еще не знаю пока, будет ли он интегрирован в стены, к стенам прикручен, либо это будет свой шкаф, который встанет сюда в паз и какой-то там обналичкой обыграется. Этого пока я не знаю, поэтому просто хорошо штукатурю и просто буду сейчас делать акцент на то, чтобы сделать это хорошо. Так, еще вот там с кровли у нас будет выходить вентиляция, сюда попадать над комнатой, поэтому эти места я пока никак не запениваю ничего, а в дальнейшем там всего 5 сантиметров, поэтому там скорее всего я экструдированный пенополистирол нарежу, туда его вставлю и запеню с двух сторон, и все, и отлично. То есть и звукоизоляция, и, ну и, в общем, вот таким путем я хочу там пойти. Короче, друзья, я хочу сказать, что бояться нечего, я делаю это первый раз в жизни и мне понравилось, я не вижу в этом ничего сложного. И самое интересное, что сейчас мне проясняются дальнейшие шаги. Все мы когда-то делаем в первый раз в жизни, а самостроя тем более. Так, ребят, ну, наверное, не буду вам показывать, как я это буду доделывать до конца. Если в момент вот этого производства работы не откроются какие-то новые секреты или лайфхаки или нюансы, то, по сути, вот эту комнату я просто добью, и уже мы с вами встретимся в следующем видео и будем ставить маяки. Ребят, ну, я уже заболтался, очень долго прощаюсь с вами. Я был рад вас сегодня видеть. Спасибо, что вы подписываетесь на канал, спасибо, что ставите лайки. Это очень мне приятно и очень мотивирует к дальнейшим видео. Не секрет, что на ютубе заработать денег очень сложно. Конечно, еще съемка и монтаж этих видосов – это дополнительная нагрузка. По вашим комментариям я вижу, что делаю, работают у не зря. Это придает определенных сил, желаний монтировать и снимать дальше. Друзья, до скорых встреч в новых видео. Оставайтесь с нами. Пока.